Уважаемые члены диссертационного совета, позвольте открыть заседание. В сегодняшнем заседании принимают участие 18 членов диссертационного совета, что составляет более 23, 2 третих общего числа, то есть в городе имеется. Диссертационный совет в нашем университете Д220-05103 создан на базе университета. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, приказ Министерства образования и науки Российской Федерации, номер 105 от 11.04.2012 года, приказ номер 915 от 12.12.2013 года, изменение его состава, приказом номер 150 от 1 марта 2017 года и номер 409 от 12 апреля 2018 года. Итак, из 24 человек присутствует 18. Кворум имеется. Еще раз напоминаю, что нам необходимо утвердить повестку дня. Предлагается рассмотрение членов диссертационного совета, диссертационной работы Бачурина и Екатерина Михайловна на тему «Особенности двигательных и прыжковых качеств лошадей спортивного направления и экзамен связи с работоспособностью». Представлено соискание ученой степени, кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 0602.10, частных отектов, технологических производств, продуктов, животноводств и разное. Кто за данную повестку, прошу голосовать, кто за, прошу опустить, принято единое гластое. Итак, приступаем к реализации повестки дня. Итак, вашему вниманию представляется к рассмотрению диссертационная работа Бачурина и Екатерина Михайловна на тему «Особенности двигательных и прыжковых качеств лошадей спортивного направления и их взаимосвязь с работоспособностью». Представлено соискание ученой степени, кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 0602.10, частная зоотехния, технология производства, продуктов, животноводства. Работу выполнив в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования Перский Государственный аграрно-технологический университет имени академика Прянишникова под руководством Валентины Ивановны Полковниковой, кандидата сельскохозяйственных наук по центру. Она здесь присутствует. Официальные оппоненты Демил Владимир Александрович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор федерального государственного бюджета образовательного учреждения высшего образования, Российский государственный аграрно-технологический университет Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева, кафедра коневодства, заведующий здесь присутствует, пожалуйста, Владимир Александрович. Так, Козлов Сергей Анатольевич, доктор биологических наук, профессор федерального государственного бюджета образовательного учреждения высшего образования Московой государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии, Московская линейная академия имени Скрябина, кафедра крупного животноводства и механизации, заведующий отсутствует по уложительной причине, документ имеется. Ведущая организация по данной диссертационной работе Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Санкт-Петербургский государственный аграрный университет. Позвольте слово предоставить ученому-секретарю диссертационного совета для информации о сельскохозяйственной академии. Пожалуйста, извините. Уважаемые члены диссертационного совета Батчурин Екатерина Михайловна 1989 года рождения Гражданской Российской Федерации В 2014 году окончила КГБУ ВПЛО Первом из государственной сельскохозяйственной академии имени академика Прянишникова По специальности золотых дней В период подготовки и диссертации С 2014 до 2017 года Обучилась бочная страна КГБУ ВПЛО Федерального государственного бюджета Затем учреждения высшего образования Первый из государственного аграрно-технологического университета Имени Академика Прянишкова С 2011 года по настоящее время Работает тренером и преподавателем В КГБУ Образовательном учреждении Дополнительного образования Специализированной детской и юношеской спортивной школы Олимпийского резерва По базовым и олимпийским видам спорта Самым же имелись дочь Соискательный диссертационный сайт Представлен документ В соответствии с требованиями положения У Совете По защите диссертации На соискание ученых степени Кандидата наук На соискание ученых степени Доктора наук Подтверденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации От 12 мая 2014 года Номер 7 В деле имеется В заявлении соискателя Справка об обучении Аспирантура диссертации Рукопись автоферата Заключение ФКБУВО Пермский государственный Аграрно-технологичный Университет имени Академика Прянишкова Где выполнялась диссертация Объявление о размещении Полного текста диссертации На официальном сайте ФКБУВО Аграу Протокол заседания Диссертационного совета При приеме диссертации Объявление о защите Диссертации На официальном сайте Образования РФ Список рассылки Учреждениям И организациям Автор реферат Диссертации Отзывы Официальных оппонентов Отзывы Научного руководителя Отзывы Ведущей организации Федерального Государственного Бюджетного Образования Учреждения Высшего образования Санкт-Петербургский Государственный Аграрный университет Отзывы Поступившие На автор реферат Диссертации Проект заключения Диссертационного Совета По диссертации Кроме того Представлена Справка О результатах Проверки Диссертации На корректной Залимственнике Оригинальной Диссертации У меня все Спасибо Ирина Андреевна У кого есть вопросы К секретарю Черного Совета Если вопросов нет То позвольте Слово предоставить Тоже Здравствуйте Уважаемый председатель Члены Диссертационного Совета И все присутствующие Современное Коневодство Многогранная Высокая Отрасль Животоводства Требующая Особого внимания Для дальнейшего Совершенствования И развития В настоящий Перил Тремени Существование Лошади В жизни Общества Перевражается Из практической Сферы Она переходит В сферу Дослуга Испорта Кодный Спорт Современных Условий Приобретает Настоящую Массовость И популярность Особный интерес Вызвать Классические Виды Игонового Спорта Это Конкур И выездка На эффективность И успешность Уступления Оказывает Длияние Множество Факторов Таких Как Порода Происхождение Экстерьер Практически Не уделяется Внимания Двигательным И прыжковым Качеством Лошадей Своевременная Оценка Которых Оказывает Длияние На работоспособность И влияет С ключевым Моментом Для обучения Тренинги Лошадей Исходя из этого Цель Данной Работы Было Дать Сравнительную Характеристику Двигательных Прыжковых Качеств Лошадей Спортивного Направления И установить Их Взаимосвязь С работоспособностью Для достижения Цели Были Поставлены Задачи Дать Характеристику Венотипического Разнообразия Лошадей Спортивных Пород Исследовать Двигательные Качества Спортивных Лошадей Определить Мощность Переханические Показательные Прыжка Лошади В фазе Полета Механику Прыжка Дать Характеристику Углов Сгибания Конечности На рыси Голове И на прыжке В фазе Полета Рассчитать Индекс Успеха Лошадей В конкуре И манежу Везде Исследования Проводились Согласно Представленной Схеме В исследовании Было учтено 70 голов Верховых Лошадей Принадлежащих Частным И владельцам Конно-спортивного Комплекса Собернского Края И конно-спортивной Школы Иблис Туда Входили Лошади Тракенинской Гоноберской Породы А также Спортивные Помеси Тракенинская Гоноберская Порода Является Одной Из старейших Распространенных Полукровных Пород Спортивного Назначения В мире И России К лошадям Спортивной Помеси Относятся Лошади Англо-тракенинской Арабо-тракенинской Гонобер Латвийской Помести На слайде Представлена Англо-тракенинская Отновись Оценка Виденных Прыжковых Каче Спроводилась По методике Дорофеева Для измерения Углов сгибания Передних И задних Конечностей Использовали Цифровой Фотоаппарат В режиме Спортивной Непрерывной Съемки Дублировали Снимки Экшн Камеры Далее Цифровые Фотографии И механические Показатели Обрабатывали Специальный Литинзионный Программ И пикпот Который Обеспечивает Профессиональный Инструмент Захвата Экрана Интуитивный Редактор Изображений Пиксель Линейку А также Транспорт С помощью Невой И находились Углы На экране Для улучшения Стиля прыжка А также Тренировки Передних И задних Ног Лошади Использовали Жерди Крестовины Отвесы Брусья Все данные В результате Исследования Обрабатывались В установленной Вернии Для эволюционной Статистики По Плохинскому И Верхуевы В ходе Эксперимента Использовали Компьютерную Программу Microsoft Office Excel 2013 года С помощью Него Проводился Статистический Анализ ДАМ И геометрическая Обработка Типическая Нуразия Лошадей Спортивных Пород Играет Важную роль В классических Видах Планово Спорт Тракийская Порода Играет Самой популярной Породой Во всем мире И лошади Часто используются Во всех видах Классического Кронного спорта Также Тракийские Лошади Обладают Крепким Здоровьем Срогим Темпераментом Легкими Свободными Движениями Имея широкий Шаг Рысь А также Мощный Голуб Голуб Играет широкий Шаг При ходьбе Активную Рысь Пружинистый Голуб Что очень Благоприятно Влияет на Соревнования По выиске Ценится В конкуре Англодракенинские Помеси От английской Чистокровной Верховной Породы Принимают Такие важные Качества Как Брезвость Сила Выносливость Лошади Арабодракенинской Помеси Благодаря Арабским Лошадям Обладает Выносливостью Горячим Рамом Латвийская Порода Изначально Несет Се Профильденбургской Породы Поэтому Горно Латвийские Помеси Обладают Выносливостью Энергичными Движениями А также Скоростными И пушковыми Качествами Беследуемые Горноспортивные Предприятия В большей степени Представлены Лошади Таркенинской Породы 40% В меньшей степени Лошади Горно И помеси В Пермском Крае Таркенинская Порода Является Самой популярной Отличается Универсальной Использованием Классических Медохонов Не менее широко Используются Лошади Горноферской Породы И спортивные Помеси И имеют Неплохие Результаты В соревнованиях По кобых И выиске Прибой Соревнования По испытанию Молодника Верховых Пород Лошадей Чаще всего Используют Жрецов И кобыл Меньше всего Меленов Это связано С тем Что Оценка Жрецов И кобыл Подвигать Метрыжковым Качеством Позволяет Выявить Наиболее Перспективных В дальнейшем Не входило в селекции Мелен Не представляет Кременной ценности Но обладает Преодолюбим Характером Выносливостью Стрессоустойчивостью А также Имеет Спокойный Темперальность Что отлично Подходит Для детей Для обучения Детей Верховой Езде Также Мелен Не поддаются Внешним Факторам Раздражителям Которые Так Отвлекают От работы Жрецов И кобыл В данной Таблице Видим Что для Участия В соревнованиях По испытанию Племенных Лошадей Верховых Пород У нас В спортивных Предприятиях Пермского Края Основно Посчитают Использовать Кобыл 45,7% От общего Поголовья Также Жрецов 38,5% И Мелен 15,8% Оценка Двигательных Качеств Сделяется Основой Выиски А выиска В свою очередь Закладывает Базу Благодаря Которой Может Совершенствоваться В различных Направлениях Следовательно Уже Страх Летнего Возраста Лошадь Может Участвовать В легкой Программе Соревнований По выиске Благодаря Этому Испытания Молодника Помогают Тренеру И Либерейтору Провести Оценку Животного И начать Корректирование Недостатков Если Это Необходимо Оценка Прыжковых Качеств Сделяется Основной Конкур Благодаря Этому При тренировке Молодой Конкурной Лошади Необходимо Правильно Пропорционально Распределить Интенсивность Нагруза Вследствие Чего От молодой Лошади Может Получить Хорошие Результаты Но Не Завышая При этом Требования Что Может По-моему Отразиться На ее Спортивной Карьере Поэтому Хорошую Возможность Для Селекции Про Работоспособности Представляет Испытание Именно Молодых Лошадей Который Является Первым Шагом Лошади На пути Спортивным Достижением Вследствие Чего Можно Отметить Что В Конно-спортивных Комплексе Школе Фермского Края Большей Степени Задействованы В соревнованиях Лошади Трех Лет 44,2% 4 лет 30% От общего Поголовья И меньше Всего Используют Лошадей Пяти Лет 25,8% Объяснение Может Послужить То Что Отбор Перспектив Лошадей Обладающий Хорошими Врожденными Двигательным Крыжковыми Качествами Лучше проводить В молодом Водности Основными Качествами Спортивной Лошади Является Легкость Плавность Движения А также Умение Двигаться Широт И малюс Чаще В соревнованиях По манежной Езде И в конкуре Используют Лошадей Которые На лице И голодке Хорошо Работают Коленой Оценка Двигательных Качеств Способствует Своевременному Выявлению Преспективных Для спорта Лошадей Благодаря Отличному Врожденному Потенциалу А также Делать Возможность Выявить Недостатки Для дальнейшего Устранения Специально Разработанным Индивидуальным Тренингом Для лошади Самое главное Движение Лошади Это четкость Ровность Свободные Легкие Размаршистые Движения Оценка Двигательных Качеств Состыет Из стиля Шага Реси И голода В результате Проведенных Исследований Можно отметить Что лошади Гановевской Породы Отличаются Балом Содвигательных Качеств Что в сумме Складывать Из оценки За стиль Шага Реси И голода 8,0 Балла В соревнованиях По конкуру Лошади Необходимо Иметь Отличную Организацию Управления Движения А также Иметь Больший Запас Сил В момент Отталкивания При этом Нужно Поддерживать Баланс При полете На Борис И при приземлении При тренинении Лошади Следует Уделять Особое Внимание Формированию И улучшению Природных Качеств Включая Прыжок Для качественного Выполнения Поставленных Задач В работе Спортсменам И тренерам Необходимо Учитывать Закономерности Физиологии И биомеханику Движения Животного Прыжковой Качестве Наносить Двух Элементов Это Мощность Прыжка Оценка Которого Состоит Из высоты Преодолеваемого Препятствия Переносия Их над Высшей Точкой Барьера Соответственно Большей мощностью И гибкостью Прыжка Обладает Получившей Витоги Высокую Оценку За прыжковые Качества Лошади Ганойской Породы 8,6900 При выборе И тренировке Конкурных Лошадей Уделяет Внимание Технике Прыжка А при этом И механика Прыжка Редко Обращает Внимание Угол Отталкивания Лошади Позволяет Спортсмену Прыгать Высокие Сложные Связки В конкуре Узнав Скорость И угол Прыжка Лошади Можно Использовать Их Для анализа Ошибок Техники Прыжка И оценки Перспективности Конкурных Лошадей Знание Высоты Прыжка Лошади Необходимо Для того Чтобы Видеть Насколько Сантиметров Над барьером Лошадь Прыгает Запасно И соответственно Насколько Барьер Будет Преодолен Работает Шея И так Совершенно Очевидно Что высотой Крышка Отличается Лошади Четырех Пятилет Билановской Породы Одна целая Лошади Сотых Сантиметров Длинный Прыжок Имеет Лошади Четырех Пятилет Трагеневской Породы Трицер Их Сотых 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 Соревнования По Казбору И выиски Основной Ценности Важности Осуществляют Углы Сгибания Передних И задних Конечностей А также От них Зависит Эффективность И инструктивность Лошадей В спорте Они могут Быть использованы В качестве Предварительных Критерей Для оценки Качества Движения И прыжка Лошади Конечности Лошади Как орган Движения Поры Устроены Весьма Совершенно Для лошади Более Больше Характерно Больше Развитие Мышц Разгибателей По сравнению С мышцами Сгибателя Чем Меньше Угол Сгибания Конечностей На прибавленной Листи И голубья Тем больше Наблюдается Размах Лопатки И плечевой Кости Больше Удлинение Бередних Конечностей Быстрее Движения Меньше Нагрузка На суставы Аналогично Можно сказать О задних Конечностях Следовательно Можно сделать Вывод Что более Закрытый Угол Между Лопаткой Клечом Лошади 4-5 лет Ганноверской Породы Имеет Достоверную Разницу На 4,7 градуса Существует Достоверная Разница По углу Плечо Под плечи Между лошадник Тракененской И ганноверской Породы В трехлетнем Возрасте На 7,2 градуса Величина Угла Голень Плюсна У лошадей Тракененской Породы 4-5 лет Достоверно Выше На 3,5 градуса В сравнении С лошадник Трех лет Голов Это Алюр Где у лошади Каждый раз Фигурирует Одна ведущая Нага Это тоже указывает На внешнюю и внутреннюю Сторону лошади Контрголов Играет значительную роль В тренинге лошади Потому что Он не только улучшает Ее природный голов Но и развивает Прямолинейность Помогает в процессе Достижения сбора Оценка сгибания Конечности На голове Показала Что Лошади Ганноверской Породы Трех лет Достоверно Превосходят По углу Между лопаткой Плечом Трех лет Дракененской Породы На 11,6 Градус Лошади Ганноверской Породы 4-5 лет По углу Плечо Подплечит Превосходят Лошадей Спортивной Помеси 4-5 лет На 6,2 Градус По углу Между гулями Плюс На лошади 4-5 лет Спортивной Помеси 19,2 Градус Лошади Спортивной Помеси Трех лет Достоверно Превосходят По углу Между Подплечья 5 Лошадей Трех лет Ганноверской Породы На 10,4 грамм. Ложденьali.ouve Гран airplanes 3,ige авно в образце трех лет на прыжке базе полета достоверно превосходит по углу между лопатка и плечом? Лошадей трех лет тракенитов Não願い на 11,6 градусов лошадей гран storytelling 4,5 лет достоверно превосходит по углу лопатка плечо? Лошадей 4,5 лет с противной помощью на 8,7 градусов? По углу между на 4 градуса, по углу междуголений плюс на лошадей спортивной помеси 4-5 лет на 17,6 градусов. Лошади спортивной помеси в возрасте 3 лет достоверно превосходят по углу между плечо под плечи лошадей 3-х лет тракенинской пароли на 6,8 градусов. А Центр оботорспособности лошадей выявлялась с помощью результатов технических протоколов. Лошади участвовали в соревнованиях по манежной езде. Тем самым показало, что в соревнованиях по манежной езде высокий индекс успеха получили лошади зановерской породы и в 2016 году он составил 49,8%. Оценка оботорспособности лошадей по конкуру выявлялась с помощью результатов технических протоколов. Лошади участвовали в соревнованиях по конкуру легкий класс до 100 см, средний класс до 110 см и трудный класс бета в 130 см. Работоспособность оценивали благодаря техническим результатам по конкуру на 2014-2016 годах по классическим видам конного спорта. Вследствие чего высокий индекс успеха за 2016 год получили лошади гановерской породы 64,3%. Таким образом, результаты оценки лошадей по двигательным прыжковым качествам позволяют по спортивным клубам и школам шире использовать лошадей гановерской породы, имеющие высокую результативность выступлений, индекс успеха в конкуре и манежной езде. Оценку лошадей по двигательным прыжковым качествам следует проводить в молодом возрасте для своевременного выявления перспективных лошадей для спорта. Для учения стиля прыжка при работе над техникой шеи необходимо устанавливать у барьера жерды спереди и сзади, чтобы они находились на расстоянии менее 30 см. Для отдаления точек отталкивания и приземления удлиненная траектория полета стимулирует лошадь птеноса не только шеи, но и ногами. Чтобы повысить качество передних ног лошади, необходимо устанавливать переднюю жердь брусья выше задней, примерно на 10-15 см. В следствии чего передние ноги становятся менее загруженными, а их мышцы начинают сильнее работать. Установить гимнастический реактор – более сложное испытание для лошадей и ссадников. Доклад окончится. Всего доброго. Спасибо, Игорь Михайлович. Так, готовьтесь к ответам за вопросы. Пожалуйста, уважаемые коллеги, какие будут вопросы. Так, Илоусова Александр Михайлович, пожалуйста. Извините, но я услышал, ваш накладка будто зарубеженной породы. У нас что, нет отечественных пород для спорта? Ну, вот в наших предприятиях больше было представлено лошадьей Тракеинской, Головерской и спортивной породы. С вашего края раньше у нас было больше отечественных пород для у нас. Все такие, можно сказать, импульсовые. Ну, вот, было больше поговорить о поле. Головерской и Тракеинской. То есть, несмотря на саму цель, будем все равно завозить, да? На лошадей нет самочек? Нет. На Белоруссии. Хорошо. Хорошо. Второй вопрос у меня возник. Вот, здесь, значит, мы пронумерованы практические предложения. Вот из четырех практических предложений, три предложения посвящены вот жертвам. Да. А в реферате про жертвы ничего не сказано? Я говорю в этой веточке. Откуда взялись такие предложения? Ну, в итоге мы поясняем, что для улучшения стиля прыжка и работе передних и задних ног лошадей использовали жерди, гистолины, кавалитики, отвесы. Ну, это вот в реферате должно быть, что это хорошо или плохо. Вы отдаете предложение жертвы и установили. А в реферате, собственно, десертации, я не могу. Десертации есть, это или нет? Десертации, это не то, скажем. Да? Есть? Да, потому что 30 сантиметров, 30 сантиметров где. Есть, да? Да. А здесь вот, все же не надо. Спасибо. Спасибо, Александр Михайлович. Так, ну, пожалуйста, Инна Константиновна Камарова. Сергей Михайлович, скажите, пожалуйста, как Вы определяли темперамент лошади? Темперамент лошади? Мы определяли, когда лошадь бит в Брингарте, нет, это лошадь двигается на свободе. Как она к человеку подходит? Нет, у меня тогда такой вопрос. Это, так сказать, субъективная Ваша какая-то оценка или есть критерия? И определяли ли Вы стрессоустойчивость? Потому что стрессоустойчивость животных – это объективный показатель. А темперамент – это, так сказать, субъективный. Вы так считаете, другой человек подойдет к лошади по-другому? Понятно, спасибо, вопрос. В методике Дорофеева прописана именно оценка темперамента по пятибалльной системе. То есть, если она себя адекватно берет и подходит, что не несет, как сможет же, а спокойно подходит к человеку, тогда она знает, 5 баллов. Нет, ну, вот Вы подойдете, одна реакция, я подойду, другая реакция. Это объективный показатель? Я считаю, субъективный показатель. И, так сказать, в научных исследованиях, мне кажется, Вы должны же какие-то объективные показатели использовать. И вообще, я у Вас в работе не нашла практически ни одного объективного показателя. Все это субъективно. Вот. Ну, в частности, почему Вы не использовали показатели крови? Для характеристики, ну, там, так сказать, обмена процессов и так далее. Я спрашиваю, так сказать. Вопрос непонятен, спасибо. Значит, мы в авторе Герат не принесли биохимические показатели крови и физиологию. У нас в диссертации это приведено, просмотрели динамику, что лошади находятся в хорошей физической форме. Там получилось, мы смотрели технические показатели в соревновательный период. Ну, а хотя бы несколько слов о треферене, может, она была внести? Да. Так, сейчас, если бы, пожалуйста, еще вопросы. Мой. Так, пожалуйста. Юлия Оксановна. Рыбин, Жанна. Вы проводили оценку эффективных прыжковых качеств по методике трофея. Вы, как сейчас, в основном, сказали. Не слушай. В чем смысл? В чем смысл? Вот он вот этот. Я поняла. Спасибо. Понятно. Как она проходила? В чем смысл у нас вообще? Вот этот. Ну, оценка двигательных качеств, она является основой выездки. То есть, при улучшении, когда мы можем оценить животное по двигательным прыжковым качествам, можно посмотреть, насколько у меня врожденные качества преобладают. Или не существуют недостатки, с которыми мы можем провести и создать индивидуальный тренер для лошади и тогда устранить эти недостатки с помощью этой работы. Ну, понятно. И такой вопрос у меня еще. Какой голове лошадей в Пермском крае можете назвать? В Пермском крае где-то около 500 голов насчитывается. И какие породы, кроме вот той, которую вы исследуете, есть в вашем крае? У нас, получается, русская сестра, русская, русский тяжеломой. Пожалуйста, еще вопросы. Так, есть вопросы? А, пожалуйста, Мальфава. Екатерина Михайловна, скажите, как проводили расчет углов сгибания конечностей? Расчет углов сгибания конечностей мы проводили, значит, мы, значит, фотографировали лошадей, цифровый фотоаппарат, использовали в режиме спортивной перерывной сфотики. У нас дублировалась, значит, экшн-камера, еще раз фотографировала. Мы эти, с помощью этих фотографий, мы их копировали на ноутбук и с помощью специальной программы, которая считала укрытые на экране, мы с помощью экрана транспортированного использовали в этом. Спасибо. Вот, Ваши исследования оказывали значительное влияние на физическое состояние лошади. А вот какие были взяты физиологические показатели, назовите, если они даже не были в автореферации, они все равно их делали? Хорошо, вопрос. Физиологические показатели мы брали, такие как температура тела, чистота дыхания. Как было здоровье лошади? Лошади находились нормальные. Мы брали, получается, после дозирной работы и период покоя. То есть, как бы, лошадь останавливалась в пределах нормы. Спасибо. Пожалуйста, профессор Хавалов. Федор Васильевич. Так, Екатерина Михайловна, скажите, пожалуйста, по каким критериям Вы, как бы, отбирали животное, что именно эта лошадь подходит к манежной езде, а данная лошадь к конкурсу? Что, как, с практической точки стороны? Очень спасибо. Мы... Мы решили... Эти критерии должны, наверное, лошадь быть, для того, чтобы данная лошадь подходит к конкурсу? Ну, это начальные этапы выездки. Более... Потому что выездка – это более сложная. Мы... Мы всех лошадей проверяли и смотрели, у кого... Какие качества больше преобладают. Напиши, какие-то... Это, по-разному, что на лошадь, на лошадь, на лошадь... Мы не учитывали никаких параметров. Мы просто решили проверить по прыжкам качества. И лошади участвовали и в соревнованиях, и в конкурсах, и в срывах, и в конкурсах, и в конкурсах. Спасибо. Так, спасибо. Если вы уходите, пожалуйста, еще вопросы. Так, Олег... Терен Михайлович, позволяет ли практические условия конно-спортивных лошадей определять механику прыжка? Да, можно использовать механику прыжка. Примерно где-то два раза в год. Для того, чтобы выявить. Конечно, это очень такая работа топливная, будем говорить, что нужно сфотографировать и все, обработать материалы. Но если оценить механику, можно скорректировать правильный тренинг для лошади, чтобы устроить... Ну, есть какие-то очень, допустим, приборы, да? Чем-то как-то это определяете? Механику прыжка. Механику прыжка мы определяли с помощью физических величин. То есть, получается, это высота прыжка, длина прыжка. То есть, мы отслеживали, с какой скоростью лошадь двигалась в шпринг-гартене. Короче, говоря, показали инструментарии. Через чего появились? Ну, вот этот лольдет, мы по нему отслеживали. Мы проводили форму, считали. И второй вопрос. Как подсчитывать успех лошадей? Формула какая-то есть, да? Да, индекс. Индекс, да, индекс. У нас получается в том, что... Это, значит, количество стартовавших лошадей в соревнованиях в конкурсеренном манерном изделии. И место, занятое лошадей на этих средствах. Спасибо. Так, пожалуйста, еще вопрос. Спасибо. Так, подавляюще. Пожалуйста. В ответ Сударевов. Екатерина Михайловна, скажите, пожалуйста, вот, пробку и манежная езда. Мы очень хотим, как в каком возрасте лошадей начинаете работать. Вопросы и подъемники. Значит, заездка проходит. Мы начинаем. Когда идет тренировка конкурной лошади, идет все постепенно, не сразу же не стали там лошадей. Поэтому где-то струкли, два с половиной года. Можество. И вот я, Александр Михайлович, спрашиваю, трек первой лошадей, трек «Трекинская». Трекинская. Да. Это, где это выявлено, Тимоша? Трекинская порода. И насколько, какое зависит у вас в России? Трекинская порода, она выведена из Германии, 18 веки. В России она была завезена где-то в Киеве-Котечественной войне, в 45-м углублении. Но там из-за того, что у нас содержание отличалось по сравнению с Германией, был большой падеж главу. Ну, а все-таки получилось немножко сохранить. Беспособность. Да. Вот. А в Ростовской области, там выходят. Пожалуйста, еще есть вопросы? У меня есть один вопрос. Да, Германия, пожалуйста. Петербург, вот в желтоводческой практике есть методика изучения двигательной активности. Она включает холометраж, я наблюдаю в течение суток, сколько она спит, сколько она бодрствует, сколько тяжелее. Эта методика применена в Киеве, или там специфические свои какие-то должны быть методики. Методика двигательной активности. Конечно, возможно, не усчитывается, потому что это сон, да, вот как вы сказали уже. Ну, это холометражные. А есть еще там это шагомер прикрепляемый. И смотрим, сколько сделают движение шагов за сутки, там, и еще потом двигать. Почему не поделаешься, положено на движение, там, и сколько-то... Ну, не предусмотрим, да, да? Да. Спасибо. Так, у нас еще вопросы. Пока думаете, давайте я спрошу, раз, секундочку, да. Скажите, пожалуйста, вот вы пишете, поголовье в спортивных клубах и так далее составляет 70 голуб. Скажите, вы исследования проводили в клубах и школах. Сколько шагов, сколько клубов из школы? Один клуб в спортивной клубе в спортивной школе в Крае и школа. Клуба в спортивной школе. Вы пишете, так, в клубах и школах. Значит, одна школа, так, из колледжа Тракинивской, 28. Это в одной школе или в одной школе? Или в одну школе? В одну, в 14. Как это было? Поскольку, и сразу в догонку, я почему спрашиваю, условия пыли отделены? Время года, поскольку вы проводили исследования в 14-17 годах. Лошади были одинаковые в 4 года. Но если условия разные, одни в школе, а другие в школе? Нет, там условия содержания одинаковые, что в школе, что в спортивной клубе. Вы же в одно и то же время, в одно и то же время, вы же не могли проводить исследования? Где-то, по-сюда, по-сюда, по-сюда. Получается, каких-то, каких-то, сколько-то голов мы брали оттуда и сколько-то оттуда. Ну, сколько-то конкретно, сколько. Хорошо, сейчас, сейчас. Так, ну хорошо, пока смотрите. Скажите тогда, что такое спортивная карьера в лошади? Спортивная карьера? Ну, это... Это... Значит, как лошадь будет... Спортивная карьера, как она будет выступать в дальнейшем соревновании? Про конкур, виски, в трейборье. То есть, какие результаты она будет показывать? Правера. То есть, наверное, возрастной показатель, так ли, да? Да. Вот вы, значит, пишите от 3 до 5 лет, так ли, да? Чем-то 5. Ну, 3, 4, 5. Да. А вот если лошади 6 лет, что с ней дальше? 7 лет, 8, 9 лет? Просто мы предлагаем оценку двигательных прыжков и качеств проводить именно в молодом возрасте. Потому что потом уже смысл только может выйти на никому, если проводить в молодом возрасте, то мы можем... Мы ведь, во-первых, какие у нее есть недостатки, какие, наоборот, хорошие, какие-то, мне кажется, что это в школе. А ей, когда уже с ней... Там только устранение недостатков после 6 лет. То есть, карьера, карьера с 3 и до... Лошадь уступает с... Ну, только на Офе до 9 лет. Уступает до 9 лет. Так, у кого появились вопросы, пожалуйста. Если вопросов нет, и так было задано 18 вопросов. Есть предложение закончить. Задавать вопросы. Кто заданное предложение, прошу голосовать. Кто за? Против? Выдержался? Прошу опустить. И садитесь, Михаил Михайлович. И так далее по регламенту у нас перерыв. Ну, предложение опять поступило. Перерыв не объявлять. Так, а слову предоставить научному руководителю, по члену Михайловичу, полковнику Валентине Ивановичу. Пожалуйста, Валентине Ивановичу. Время не ограничено. Ограничено? Не ограничено. Уважаемый председатель, члены диссертационного совета присутствующие. Ну, разрешите тоже на некоторых моментах не останавливаться, так как они были приведены выше уже, а сразу приступите к основной части. Что касается, как раз, значения коневодства в современной перерыве. Об этом Екатерина Михайловна говорила уже. Диссертационная работа Бачурина и Екатерина Михайловны, выполнена на кафеле «Животноводство» ФГБ ООО «Пермский государственный аграрно-технологический университет» имени Академика Пряничникова в период 2014-2018 год. Там все искательства была аспирантом в учебном обучении. Также она работала в Краевом государственном автономном образовании в специализированной детской и юношеской спортивной школе Олимпийского резерва по базовым и олимпийским видам спорта. Тренером-преподавателем на данный момент она в депрессе и выражает желание заняться задачей педагогической деятельности. За время выполнения диссертационной работы соискатель проявила высокие организаторские способности по владению теоретическим и практическим материалом, самостоятельность, инициативность и трудолюбие. Это позволило ей на высоком уровне провести все запланированные эксперименты, получить цифровой материал, все это биометически обработать и свести в таблицы. При этом также соискателю принадлежит научная идея, которая вышла как раз из диплома, который она защищала, будучи специалистом, получая образование высшее. Разработка методики проведения исследований, также анализ и описание результатов, подготовка материала, печати, научное образование выводов и предложений производства оформила полученные результаты в виде диссертационной работы. На учебном уровне проведенных исследований состоит в том, что впервые на коневодческих предприятиях Пермского края были проведены исследования по оценке двигательных и прыжковых качеств, в случае спортированного направления, также рассчитаны биомеханические величины, неопределенная их взаимосвязь, результатами полученных соревнований. Практическая значимость проведенных исследований заключается в том, что на основании проведенных исследований могут быть разработаны предложения, рекомендации для использования в практике спортсменами, тренерами для своевременного улучшения лошадей, двигательных и прыжковых качеств. Полученные новые теоретические и практические данные могут быть использованы в полноспортивных клубах и школах-тренерами для улучшения техники прыжковых лошадей. Содержание диссертационной работы было отражено в пяти научных статьях, из них три в рецендируемых научных изданиях, установленных в Министерском образовании и науке Российской Федерации. Печный вклад соискателя 80%. Также основные положения данной работы докладывались и получали положительную оценку на региональных международных научно-практических конференциях учебных вузов страны. Результаты исследований в нейтретный фонно-спортивный комплекс Ферминского края и фестиванское фермерское хозяйство Шишерин, но то же самое, что и реприз фонно-спортивных школ. Как научный руководитель считает, что диссертационная работа Батчурина Екатерины Михайловны «Особенности двигательных и прыжковых качеств лошадей спортивного управления и взаимосвязь с работоспособностью» является завершенной научно-квалификационной работой. По актуальности, научной новизне и практической значимости соответствует критериям пункта 9-го положения присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением правительства Российской Федерации 06.02.06.2021 года предъявляемым кандидатским диссертациям соискатель, заслуживая присуждение в целой степени кандидата с искорительных наук по специальности 06.02.10 участвуют в этих дней в технологии производства продуктов животноводства. Спасибо за внимание. Спасибо, Лензина Ивановна. Вопросы будут, Лензина Ивановна? Нет вопросов? Присаживайте. Спасибо большое еще раз. Итак, позвольте слово предоставить ученому-сегментарю зачитать заключение организации, где выполнилась работа и отзывы ведущей организации. Пожалуйста, Лензина Ивановна. Заключение. Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Перовский государственный аграрно-технологический университет имени Академика Прянишевского. По итогам обсуждения принято следующее заключение. Диссертация. Особенности двигательных упражковых качеств лошадей в спортивном направлении и взаимосвязи с работоспособностью выполнена в качестве животноводства КГУБО Перовский государственный аграрно-технологический университет имени Академика Прянишевского. Заключение принято на расширенном заседании В заключении сказано, что в период подготовки диссертации В СССР Бачуре Екатерина Михайловна работала тренером, преподавала в Кривом государственном автономном образовательном учреждении дополнительного образования Специализировала в детской юношеской школе Олимпийской резервы по базам и Олимпийских битвов спорта В 2014-2018 год обучалась в будущей аспиратуре при катерии животноводства ПГБУ, УГО, Пермский государственный, аграрно-технологичный технический и неакадемий капрянишек В 2014-м дома окончила Федеральный государственный бюджет на образовательное учреждение Вышел в профессиональное образование Пермский государственный, аграрно-технологичный технический и неакадемий капрянишек В青 WAR- Laura Валентина Ивановна Кандидат социального хозяйства наукного центра Федерального государственного бюджетного обзора в учреждении уже образованных первых государств, аграрно-сихологический университет, имя Казинова Прябища, в кардере у животного заведующего. По актуальности тема указана. Современные коневозки, многогранные и высокая спорта животного, требующие особого внимания для дальнейшего совершенствования и развития. Настоящее переуверение значимых сложностей в существовании общества, преображающих, из практической сферы напряжения, сферы досуга и спорта. Хонный спорт в современных условиях приобретает настоящую массовость и популярность, а особо интересно называют классические виды хонного спорта конкурс-выиска. На эффективность и успешность вступления в лошадей оказывается влияние множество факторов. Порода, происхождение, экстерьер не уделяется вниманию двигательным прыжковым, конечно, лошадей. Следом данной работы за трагичь существующий вопрос является актуальным. Личное участие автора в получении результатов изложенной диссертации указано, что изложенные результаты научно-хозяйственных изменений пройдет в период 2014-2018 год на базе фоно-спортивного комплекса под руководством кандидата сисково-снавого доцента полгода Летина Ивановна. Степень достоверности диссертационной работы выпала на высоком теоретическом и экспериментальном уровне. Достоверность, полученная в работе данных и обоснованность выводов, определяется в квалифицированном использовании в комплексе различных метров исследования и математического моделирования. Совоковность, полученная в диссертационной работе в отчаянии результатов и сформулированная в основе выводов идеологических положений, вносимых на защиту, является целостным, законченным наушным исследованием. Наушная визда результатов состоит в том, что впервые на корневодческих предприятиях Пермского края были предназначены исследования по оценке двигательных и прыжковых качеств лошадей в активном направлении, вращены биометрические причины, практическая значимость работы. На основании результатов пройденных исследований могут быть разработаны предложения и рекомендации, использованные в практике спортсмен-тренером для своевременного, улучшения у лошадей двигательных и прыжковых качеств. Ценность научной работы заключается в оценке двигательных и прыжковых качеств лошадей в спортивном направлении, и экзема связи с работоспособностью. специальности которых соответствует диссертациям диссертационная работа соответствует паспорту научной специальности 0602.10 частной из innovation и технологии производства продуктов жирноводства. Я отвечаю следующим пунктам специальности к пункту 1. Изучение биологических и хозяйственных особенностей сельскохозяйственных животных при различных условиях и воспособлениях. Пункт 4. Изучение особенностей и закономерности формирования временных и продуктивных качеств ката в условиях различных технологий. Всего по теме диссертации опубликовано 5 печатных работ, в том числе 3 ведущих лицензированных изданий, установок Миноборг науки Российской Федерации. Опубликованная научная работа достаточно полно отражает материал диссертации и имеет научную ценность и практическую значимость. Основные положения доложены, обсуждены на всероссийском научно-практическом конференции. Диссертации, особенно двигательные прыжковых качеств наше действие, спортивное направление, их взаимосвязь, работа, способности, Бочурник, Сергей Михайлович, соответствует критериям, установленных в пункте 14 положений о присуждении ученых степеней, утвержденных в постановлении правительства Российской Федерации 24 сентября 2013 года номер 842. И рекомендуется к защищенной соисканной ученой техники наук по специальности 7602.10 частной защитной технологии производства продуктов животно-осудов. Данный документ имеет подписи и заверен тщательно. Так, уже по заключению. Есть вопросы? Вопросы? Пожалуйста. Отзыв ведущей организации Федерального государственного образовательного учреждения высшего образования Санкт-Петербургский государственный аграрный университет. На диссертационную работу Батчурина Екатерина Михайловна подписан доктором в Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, доктором экономической наук Жигулева. В отзыве указано, что коневозство всегда занимало и снимает особое место среди всех видов черно-осудов. Использование лошадей в народном хозяйстве многоградных, но в настоящее время во многих странах мира основным видом на спорте в Санкт-Петербурге стал конный спорт. При выращивании тренировки молодняка лошадей и пара спортивного значения важно выявлять и прогнозировать потенциальные возможности использования лошади в том или ином виде конного спорта. Улучшение качества спортивных лошадей, повышение их комплектующих посудов возможности при соблюдении всех технологических процессов, особенно при оценке двигательных и прыжковых качеств в рамках заводских и региональных испытаний. В связи с этим весьма актуально. Наушная весна заключает в том, что впервые на коневозческих предприятиях Пермского края проведены исследования по оценке двигательных и прыжковых качеств лошадей спортивного направления. Значимость для науки производства, большое значение для совершенствования спортивных показателей лошадей имеет изучение двигательных и прыжковых качеств, а также мощности, силы и длины прыжка. Результаты исследования служат основы для реализации на практике сравнительных характеристик и углов между лопатами, причем лошадей разных порог и прыжковых качеств, участвующих в соревнованиях о конкурсе. Сложность технологий создания леват культурных и естественных пазов для выпуск лошадей различных полувозрастных групп с использованием инновационных средств и устройств, позволяющих национально использовать пазочные площади. Друктура и содержание работы. Материалы изложены на 134 страницах компьютерного текста, включая 30 таблиц, 3 рисунка. Список литературы 158 источников, античных и любезных авторов. В обведении соискают, аргументивно раскрывают актуальность. Тема определяет цель задачи, формулирует научную нависну. В разделе «Обзор литературы» в Ачуре обобщены и проанализированы научные публикации российских и подрубежных ученых. Показывает обзор литературы «Что сказать?» Представил убедительные сведения, которые необходимы для обоснования актуальности темы и выполнения диссертации. Доставивность положенных авторам данных, сделанные на их основе, будут рекомендации, не вызывая сомнений. В главе «Материал и методика» автор подробно описывает методику исследовательской работы. Приходит в форму в расчетах индексов телосложения лошадей. Описывает методику определения различной кем-кратии геохимического указательного крови. В главе «Результаты исследований» приходит анализ результатов оценки спортивных качеств лошадей, конно-спортивных школ и комплексов в Пермском крае, сравнительных характеристик и фенотипических особенностей чисто породных лошадей. Приведены данные о разнице угла между попарками, причем у лошадей разных пород и возрастов. Данные оформлены в виде таблицы. Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертационной работы. Результаты исследований достаточно информативно, научно-методически обоснованы. Рекомендуется к использованию сельскохозяйственных организаций в учебном процессе при общей положительной оценке диссертационной работы. Как там имеется ряд вопросов и замечаний? Первое. Во всех таблицах представленной диссертационной работе есть графа с перечнем пород, в которой перечислены две породы. Дракия – немская, коммерческая и спортивная помесь. Такой породы нет и следует объяснить, что имел в виду автор. Второе. Раздел 3.2. Биологический показатель лошадей в подготовительной и жирновательной периодах в названии «Крабочное слово крови». Третье. В диссертационной работе встречаются орфографические и стилистические ошибки. Заключение. Диссертационная работа Бочурни и Кастерина Михайловна «Особенности двигательных прыжков в качестве лошадей» в спортивном направлении и в СМСС работоспособности представляет завершённую научно-квалификационную работу, выполненную автором самостоятельно в достаточно высоком научном уровне на актуальной теме. Авторы вперед соответствуют основному содержанию диссертаций. Результаты диссертации имеют не только научное, но и практическое значение. Научные данные следует использовать при разработке рекомендаций в усовершенствовании технологий тренинга и судей для участия в соревнованиях. Представленные в защите диссертационной работы Бочурни и Кастерина Михайловна «Особенности двигательных прыжков в качестве лошадей» в спортивном направлении и экзаменосвязь работоспособности соответствуют требованиям пункта 9 «Положение о присуждении учёных степеней, утверждённого постановлением правительства Российской Федерации» номер 842 у 24 сентября 2013 года. Предъявляемый кандидатским диссертацией, а её автор заслуживает присуждение учёной степени кандидата в сельскохозяйственные науки по специальности нарушения в парк 10 участной за технике технологий производства продуктов животноводства. Также данный документ подписан и соответствующие печати имеют. Спасибо, Елена Анатольевна. Так, вопросы есть? По отзыву ведущей организации нет вопросов. Так, что вы представляете соискателю для ответа на замечания и вопросов ведущей организации. Пожалуйста, Кирилл Михайловна. Уважаемые председатели, члены диссертационного совета, присутствующие. Разрешите выразить искреннюю благодарность ведущей организации Федеральному государственному бюджетному ауроводному учреждению высшего образования Санкт-Петербургский государственный аграрный университет в лице доктора сосредоточных наук, доцента, заведующий кастер для крупного животноводства ПГБУ, 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 Санкт-Петербургский, Пермский государственный аграрный университет Алексеев и Евгений Ивановны. За объективную оценку нашей работы мы с ними согласны, что мы в дальнейшей работе. Однако на некоторые из них разрешили дать пояснение. По-первых, мы замечаем, что спортивная помощь – это скрещивание как чистокромных, так и полукромных верховых пород лошадей. У нас представлены лошади Англ, Патрагеневская, Раба, Патрагеневская, ГОНОВЕ, Латвийская помощь. Еще раз разрешите выразить искреннюю благодарность ведущей организации в лице доктора СКСНХУ, доцента, заведующий кафедрой крупного животноводства ПГБУ, Санкт-Петербургский государственный аграрный университет Алексей Евгений Иванович. За всесторонний анализ нашей диссертации я благодарю за внимание. Спасибо, Патрагеневская, уважаемые коллеги. Так, коллеги, нам необходимо заслушать отзывы, уступившие на автореферат диссертации СССР. Пожалуйста, Игорь Иванович. В адрес диссертационного салона на диссертацию и автореферат по чьей энергетикой механу поступило 10 отзывов. Разрешите их не зачитывать полностью, потому что они все положительные, а только оттуда пришли и кто написал замечание. Так, на данное предложение прошу голосовать. Кто за? Прошу опустить. Против. Поддержался. Пожалуйста, Игорь Иванович. На диссертацию и автореферат поступили отзывы из Всероссийского научно-исследовательского института овцеводства и позоводства, филиалом Федерального государственного бюджета наушного учреждения, Северо-Кавказский федеральный научно-агранный центр, доктор СССР хозяйственных наук, отдела животноучных, глава научной сотрудничества, Игорь Геннадьевич, кандидат СССР хозяйственных наук, доцент, отдела животноучных, ведущий научный сотрудник Кононова Лизия Валентиновна. Без замечаний. ПГБУ, Прикраспийский аграрно-федеральный научный центр, Российская академия наук, доктор СССР хозяйственных наук, профессор в школе с семьи ЦХ и Ненормаев, директор Арилов Анатолий Геннадьевич, без замечаний. ПГБУ, ВО, Якутская государственная сельскохозяйственная академия, кандидат в сельскохозяйственных наук, кафедра физического воспитания и спорта, доцент Иванов Александр Илариевич, без замечаний. ПГБУ, ВО, Башкирский государственный аграрный университет, доктор в сельскохозяйственных наук, профессор, кафедра пчеловодства, частный за техними растений и животных, профессор Изатуллин Ренат Сахевич, кандидат в сельскохозяйственных наук, доцент, кафедра пчеловодства, частный за техними растений и животных, доцент, седых Татьяна Александровна. Без замечаний. ПГБУ, Федеральный научный центр животноводства ВИШ, им. Академика Эрестер, кандидат в сельскохозяйственных наук, лаборатория популяционной генетики и развития животных, научный сотрудник, КОНТЭ, Александр Фёдорович, без замечаний. ПГБУ, ВО, Белгородский государственный аграрный университет, им. Горина, доктор в сельскохозяйственных наук, профессор, кафедра общей и частной за техними, профессор Будеменко Виктор Иванович, без замечаний. Положительные отзывы с замечаний поступили из ПГБУ, ВО, Бурятская государственная сельскохозяйственной академией им. Филиппа, кандидат в сельскохозяйственные наук, доцент, кафедра разведения и кормления сельскохозяйственных животных, доцент, сельскохозяйственной, сельскохозяйственной иванной, замечаний. Первое. Почему в автореферате не предъявлены промеры и индексы исследованного поголовья, заявленные в схеме исследования рисунок 1? Есть ли они в тексте диссертации? Ведь эти промеры могли влиять на результаты. В частности, на результаты таблицы 6, вывод 4. Может просто Ганновера выше, а трагена длиннее. Тогда надо ввести отбор в сексе не по породе, а по экстериену. Второе. В тексте автореферата страниц 17 в абзаце стиль рыси, стиль голопа улучшались с каждым годом, о чем свидетельствуют ранее представлены данные таблицы 4 в прописанном тексте. Но в таблице 4 автореферата нет никакой динамики. Какова же динамика оценок двигательных качеств? Таджикский аграрный университет имени Шетемур. Доктор сельскохозяйственных наук, профессор, кафедр часа зоотехни и профессор Шамсиев Адбук Мирсо Гадович. Институт животновоза, Таджикский академия сельскохозяйственных наук, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, отдел кормления сельскохозяйственных животных и пазм. Главный научный сотрудник Иргашев Таджикжон Абеджанович. Замечательно. Первый. На третьей странице численность лошадей России составляет около 2 миллионов голов. Из них меньше 15% лошадей спортивного назначения. Нужно дать точные цифры о количестве поголовья лошадей по РП. Второе. На четвертой странице наряду с авторами данной работы можно было бы включить работу выдающихся ученых Канегоновых. Сергей Евковов, Сергея Семеновича и Галины Федоровны, Перна и Лоскова. Третье. В нескольких страницах и таблицах автор играта есть такое слово, как спортивная ложа. Нельзя ли конкретизировать эту поместь по происхождению? ФГБУ, ВОО. Новосибирский государственный аграрный университет. Доктор с искусств наук. Кафедра разведения кормления частной зоотехнике профессора Рагима Путин Смаиловича. Замечательно. Первое. Следует уточнить механику прыжка в высоту. Как определяли высоту прыжка над барьером и чем ее измерять? Такой высотой прыжка 1,19 и 1,12 сантиметра трудно уложить за лошади. Еще можно понять 5-7 сантиметра. А нормативы имеются у этих прыжков? ФГБУ, ВОО. Нижевская государственная соцскохозяйственная академия. Кандидат соцскохозяйственной наук. Кафедра кормления и разведения соцскохозяйственных животных. Процент ВАЗ. Светлана Петровна. Замечание. Первое. Вызывает сомнения информация по количеству лошадей в России. Страница 3. Автор играта 2 миллиона. Второе. Хотелось бы пояснение по рекомендациям 3 и 4. Приемлем ли метод, рекомендуемый в предложении 3, именуемый бот при работе с молодой лошадью, когда передняя жерсть выше задней? Второе. Насколько корректно отмечена цель в предложении 4? О способности принимать самостоятельные решения от лошади, которая преодолевает препятствия в гимнастическом периоде. У меня все. Спасибо, Елена Бене. Скажите, Сергей Михайлович, пожалуйста, вам слово для ответа на вопросы и замечания, поступившие на лошадь. Мы благодарны всем учебным высшим учебным заведениям и научно-исследовательским учреждениям, приславших отзывы на авторитерат нашей работы, давшим ей положительную оценку. Мы согласны со всеми отличными в отдельных отзывах, замечаниями и пожеланиями, обязательно учтем их в дальнейшей нашей работе. В то же время на некоторые из них разрешите дать их пояснить. По замечанию кандидата в сельскохозяйственных наук в связи с Денкой Светланом Ивановым, поясняем, что промеры и индексы телосложения представлены в диссертационной работе. Хотелось бы проверить. Предложение то, что ганновевские лошади выше от прогеневских лошади длиннее. Так оказалось, что типическое разнообразие лошадей, промеров и индексов телосложения показало, что лошади всех групп отличаются достаточной однородностью по промерам и индексам телосложения. Еще хотелось бы пояснить, что высота прыжка зависит от скорости движения лошади в момент подхода к баниру и угла прыжка. Длина прыжка зависит в основном от скорости движения лошади. По второму замечанию оценка двигательных качеств определялась с помощью оценки за стиль шага России и Галупа. Динамика оценки двигательных качеств отслеживалась за три года в рабочем варианте, но на защиту вынесены данные за последний год. По замечанию доктора сисказельного наук, профессора кафедры, частной за эти дни Шамсива Арбунг Мирзага Дуимча, поясняем, по первому замечанию, да, согласно поголовью в России составляет 1 миллион 400 голов. По второму замечанию отмечаем, что спортивная поместь – это скрещивание как чисто породных, так и полукровных цифровых пород лошадей. У нас представлены лошади Англотрокейницкая, Рапотрокейницкая и Галовер Лошадьской поместь. По замечанию доктор сисказельных наук, кафедра введения, карбинчатные дни, профессора Радима Арбуссена Исмаиловича, поясняем, что механика прыжка как в высоту, так и в длину определялась с помощью формул физических величин, а именно скорости силы прыжка в момент отталкивания сытых прыжка. В наших исследованиях, что ингарные лошади преодолевали барьер высотой метр с запасом более 100 см, нормативов для прыжков нет. По замечанию кандидата сисказельных наук, кафедры кормления, разведения сисказельных животных, доцента Баса Славына Петровны, поясняем, что по первому замечанию это техническая ошибка. По второму замечанию хотелось бы дать подробный ответ. Во-первых, подбивка лошади жертва используется и в молодом возрасте, вследствие чего лошадь становится аккуратнее, чище совершает прыжок. Во-вторых, так называемая подбивка, это когда задняя жертва брусьев выше передней. Мы предлагаем ставить переднюю жертва брусьев выше задней на 10-15 см. Это учит лошадь сильнее сгибать ноги, а также работать и быстро и вперед. По третьему замечанию хотелось бы отметить, что гимнастический ряд является для лошади хорошим упражнением, так как она учится группироваться, начинает чувствовать ритм, а именно в какой момент и с какой точки начать прыжок. Проще сказать, точку отталкиваем. Гимнастический ряд начинается с рейси, тем самым даем возможность точно сконцентрировать все свои силы, совершить дальнейшие прыжки в ряду. Еще разрешите раз выразить искреннюю благодарность всем ученым, кто не просчитался. Слава у вас на авторе феррат нашей диссертации. Спасибо за внимание. Присаживайтесь, как уважаемые коллеги переходят к уступлению оппонентов. Слово предоставляется официальному оппоненту доктора сельского хозяйства и наук, профессору Дзюмину Владимировичу. Пожалуйста, Владимир Владимирович. Уважаемый Владимир Николаевич, уважаемые ученицы, основного совета. Современная коневодция – это отрасль животноводства, которая требует особого внимания в целях дальнейшего совершенства и развития. Численность поголовьей лошадей в России составляет 1 миллион 400 тысяч голов. Из них только 18 тысяч, примерно 1,3 процента, от общего поголовья составляет лошади спортивно-досугового направления использования. В экономически развитых странах доля таких лошадей составляет более 70 процентов. В настоящее время использование лошадей классических олимпийских видов конного спорта, концом войско-трагмента становится наиболее массовым и приобретает заслуженную популярность среди спортсменов-плонников, владельцев лошадей и зрителей. Особое внимание уделяется временная работа с полукровными породами лошадей спортивного направления, таким как Гановевская, Русская Верховая, Бугеновская и Тракенская. И если при этом большое внимание уделяется различным фактором, таким как породная принадлежность, происхождение, стальер, то практически не уделяется внимания наиболее значимым показателям двигательных и кружковных качествах. В связи с этим данная работа, затрагивающая научные исследования двигательных и кружковных качеств спортивных лошадей, влияющих на их работоспособность, является актуальной. Данной проблематике посвящено достаточно много работ как российской, так и зарубежной научной литературе. Научное исследование, выводы и рекомендации с программами диссертации заключается в том, что в первые законодательные предприятия в первых краях были проведены исследования по оценке двигательных и кружковных качествах и лошадей спортивного направления, рассчитанные на механические показатели. Практическая значимость результатов исследований заключается в том, что, по данным автора Почуриной, результаты проведенных исследований внедрены в конноспортивных школах «Реприз» к реперту Краевой общественной организации. Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов и рекомендаций, обусловлены тем, что эксперимент проведен на высоком методическом уровне, в результате чего были получены обоснованные выводы и рекомендации. На основе комплексного исследования по изучению особенностей двигательных и кружковных качеств лошадей спортивного направления была выявлена их взаимосвязь с работоспособностью. Учим, что лошади гиганомерской породы отличались более высоким валом как задвинутые, так и прыжковые качества. Доказано, что закрытый угол между лопаткой и плечом у лошадей 4-4 гиганомерской породы имеют достоверную галазность по сравнению с лошадей 4-4 гиганомерской породы. Существует достоверная разность по углу плечо-подплечья между лошадей 4-4 гиганомерской породой. Индекс успеха в соревнованиях по контору и выиске оказался выше у лошадей 5-4 гиганомерской породы. Диссертационная работа изложена на 134 страницах компьютерного текста, содержит X, X и X, X и X. Список использованной литературы включает 158 источников отечественной и забубежных авторов. Состоит из введения, обзора литературы, схемы исследований, с описанием объектов и методов, результатов исследований, выводов, предложений и библиографического списка и приложений. Материалом для исследований послужили 70 голов лошадей трокенингских ганомерских пород и различных помесей спортивных направлений. Общепринятыми методами изучены экспериментальные и стандартные примеры, промеры стати тела, и дефицитилоспорожения, проментировочные оценки. В главе листа исследований автор дает характеристику лошадей по породе, полу, возрасту и экстерьеру, проанализированные биомеханические и биохимические показатели, Данная оценка двигательных и прыжковых в качестве лошадей описаны биомеханические показатели, величины углов, сгибания на разных аллёгах. Диссертационная работа выполнена лично Бачуриной, под научным руководством кандидата сельскохозяйственных наук доцента Валентины Ивановны Полковниковой в Доноспортивном культуре Приморского края и КФХ Шаширина. Все полученные материалы хорошо аргументированы, грамотно изложены в диссертации и в пике опубликованных статьях, в том числе в трёх рецензированных изданиях рекомендованных фактах. Автор реферат оформится в пенсии существующими требованиями и полностью отражает содержание диссертации. В диссертантах впервые и наиболее полно использован комплексный подход к решению поставленных задач. Основные положения диссертационной работы прошли апробацию на научно-практических конференциях различного уровня. В целом диссертационная работа Бачуриной и ОТО реферат по актуальности темы на визне исследований научной и практической значимости полученных материалов и достоверности, объективности выводов, на обоснованности предложений производства соответствуют современным требованиям, предъявленным кандидатским диссертациям. Оценивая в целом диссертационную работу Бачуриной и Положителя, хотелось бы отметить некоторые имеющиеся недостатки, недоработки и неясный момент. Первое. В работе часто встречаются неточные, противоречивые данные и неграмотные выражения. По официальной версии численность лошадей в стране на 1.01.2018 года состоит 1.400.000 голов. Диссертация указывает численность 2.000.000 голов. Страница 3. По представленным в России спортивным породам, с некоторыми к которым ведется племенная работа, не названы основные отечественные породы спортивного лошадей, Бубеновская или Русская Верховая. По описанию особенностей экстерьера спортивных лошадей, например, о строении головы, форма головы не имеет важной роли. Длинный круг демонстрирует то, что лошадь энергичная. Страница 17. Когда портретчик короче пясти. Страница 18. В задачах отсутствует пункт по определению взаимосвязи двигательных и прыжковых качеств лошадей с их работоспособностью, что фигурирует в названии диссертации и цели работы. В методике не указаны, каким образом данная взаимосвязь определялась. В главе материала методика исследования дано подробное описание методов взятия физиологических показателей, но данные исследования отсутствуют в задачах, или не указанных с ними исследованием. Полученные автором результаты по физиологическим показателям описаны в главе материала методика исследования, а не в результатах исследований. Четвертое. По результатам двигательных качеств определяется способность лошади к соревнованиям по выиске о неманежной езде, которая является частью соревнований по троих годах. И пятое. Предложения 2, 3, 4 не полностью вытекают из выводов. В то же время отмеченные недостатки и замечания не имеют принципиального значения и не снижают научной ценности и положительной оценки диссертационной работы. Глубокий анализ материалов отечественных и зарубежных авторов позволил Екатерине Михайловне Бочуиной не только лучше осмыслить результаты собственных исследований, но и сделать вполне обоснованное уровень. И заключение. Рассматривая диссертационная работа Бочуиной Екатерины Михайловны посвящена актуальной теме, является завершенным научным трудом, выполненным автором самостоятельно. Проведет большой объем исследований, выполненных на высоком научно-методическом уровне, получен новый экспериментальный материал, имеющий научную и практическую значимость. Сделанные выводы и предложения являются логическим завершением проведенных научных поисков и исследований. В этой связи диссертационная работа Екатерины Михайловны Бочуиной на тему «Особенности двигательных и прыжковых качеств лошадей спортивного направления и их взаимосвязь с работоспособностью», представленная в защите на соискании ученых и кандидатов в средствовательных наук, носит завершенный характер и соответствует требованиям пункта 9.14 положение о порядке присуждения ученой степени, утвержденного постановлением правительства Российской Федерации от 24.09.2013 года, номер 842, предъявленным кандидатским диссертациям, как научно-квалификационная работа, а ее автор Почуина Екатерина Михайловна, заслуживает присуждение ученой степени кандидатства сельскохозяйственных наук по специальности 06.2.10, частная затехни и технология продуктов жирных наук. Спасибо. Спасибо, Валерий Михайлович. Представьтесь, пожалуйста, Екатерина Михайловна, вам слово взяв при этом замечание вопрос к официальному компанию. Мы благодарны нашему абоненту, доктору сельскохозяйственных наук, профессии Удемиума Лудина и Александровича, за согласие выступить в качестве официального абонента. По нашей работе, за объективные замечания и пожелания, мы с ними согласны, что мы учтем их в дальнейшей работе. Однако на ней вы разрешите дать пояснение. По первому замечанию, да, согласно поголовью в России состоят 1 миллион 400 голов. По описанию пород лошадей, был сделан акцент на исследуемой породы лошадей. Тракенинская, Ганноверская, Чистоклонная, Верховая. По описанию особенностей экстерии, распортированных лошадей, о строении формы головы имеются опечатки. Должно быть написано, таким образом форма головы имеет практическое значение, но от нее значительной степени зависит к осторожению. Длинный круг указан на лесочке, так как он обеспечивает настильные движения с большим захватом пространства. Если тут плечи короче вязки, то можно рассчитывать на хороший голову. По второму замечанию хотелось бы пояснить, что взаимосвязь диктепрюшковых качеств с работоспособностью определялась в расчете инвеса успеха в конкуре манежной сдержки. По третьему замечанию физиологические показатели, температура тела, курс, частота дыхания были включены в материал методика исследований и тем самым засвидетельствовали, что представленные породы лошадей находятся в хорошей спортивной форме, соответствующей норме. По четвертому замечанию под манежной издой принимается выполнение базовых элементов выиски, большие перемены, переходы, остановки, осаживания. Таким образом, манежная издая является начальным этапом выиски. По пятому замечанию хотелось бы подтверждение, что предложение 2, 3, 4 вытекает из выводов и способствует улучшению двигательных прыжков в качестве. Улучшение стиля прыжка, при работе над техникой шеи, необходимо устанавливать барьеры жертвы спереди и сзади на расстоянии менее 30 сантиметров. Для одоления точек отталкивания приземления улучшенная траектория полета стимулирует лошадь тянуться не только шеей, но и ногами. До улучшения работы передних ног лошадей необходимо устанавливать переднюю брусью выше сзади, примерно на 10-15 сантиметров, вследствие чего передние ноги становятся менее заглушенными и брусьцы начинаются и не работают. Установить генастические ряды более сложные испытания для лошади и сзади. Этот генастический улучшить не только лошадь в группироваться, но и спортсмена грамотно подводить лошадь в барьеру. С остальными замечательными согласными в дальнейшей нашей работе. Еще раз выражаем уважаемому профессору Владимиру Александровичу искреннюю признательность за детальный анализ нашей работы и высокую оценку. В связи с тем, что у нас козлов Сергей Анатольевич отсутствует положительной причины, позвольте зачитать отзыв ученому секретаря. В связи с тем, что у нас козловичу Ирина Анатольевичу и Ирина Анатольевичу и Ирина Анатольевичу. В связи с тем, что у нас козловичу и Ирина Анатольевичу и Ирина Анатольевичу и Ирина Анатольевичу, Иногда не всегда приводимы на простой к хозяйству, а к существенным мерениям на тренировку и тренировку процесса, а значит определенным образом и на работоспособность спортивной площади. Поэтому освоение данной методики и ее умело использовать способствует реальному прогнозированию результатов работоспособности конкретной площади, а также правильному выбору видов соревнований. Здесь с этим является актуальным изучить особенности двигательных и прыжковых качеств лошадей в спортивном направлении и их связь с работоспособностью на примере пары лошадей, используемых в полноспортивных клубах и школах Пермского края. И на их основе полученных результатов сделают рекомендации о срежесообразии использования конкретных паров в разных видах позово спорта в данной местности. Обязательно о научных положении выводов в рекомендации сформулированной диссертационной работе заключается в том, что в условии в первом столе правильный сыскательный впервые выполнен комплекс исследований по оценке двигательных и прыжковых качеств лошадей в спортивном направлении. Впервые рассчитаны биометрические величины от признаний в связи с результатом в неположенном соревновании. Практическая значимость работы. Результаты исследований имеют практическую значимость. Материалы диссертации могут быть полезны для конно-спортивных школ и клубов, занимающихся использованием рыховых порогов, рожадей, как в горь и манежной езде. Степень обоснованности и достоверность выводов в научных положениях об установленном проведении исследований на достаточно большом боковом животном. По исследованию проводились учебные требования комплексного подхода по включению двигательных прыжков в качестве механики прыжка лошадей в спортивном направлении. Достоверность выводов в научных положениях по результатам исследований, обеспеченных сторонним и объективным анализом, использованных в современных методах и методах, а также корректностью биометрической обработки данных с определением критериев достоверности различных. Общая характеристика диссертации и ее завершенности в целом. Диссертация по очереди составит исследование трех глав заключения предложений производства с киской литературы и 158 наименований, в том числе 51 иностранных языках и приложениях. Собственно, диссертация изложена в 102-х страницах кабельного сектора с учетом приложений 146. В обедении обоснована актуальность исследований, сформулирована цель задачи научно-изна и практическая значимость. В первой главе обзора литературы достаточно подробно освещены и проанализированы сведения, имеющиеся в научной литературе по данной проблематике. Во второй главе материала методикой исследований представлен материал исследований, общая схема исследований, методики определения двигательных и прыжковых качеств, изучаемых по кодексу. В третьей главе представлены результаты собственных исследований. Глава включает четыре раздела. В первом разделе признана характеристика фенотипического разнообразия лошадей спортивных породов. Во втором представлены биохимические показы для крови лошадей в разных периодах соревнований в неделе, в третьем – спортивная характеристика лошадей. В четвертом разделе представлены обсуждения положенных результатов. В выводах отражены основные результаты исследований, приложений, признанных протоколов технических результатов, соревнований, платокуру и манежных езде. В соответствии с работой требований предъявляемые диссертации. Диссертационная работа по очереди является завершенной наушно-профессионной работой. Вот на актуальные темы имеют наушную результаты практической изначальности. Материалы и сложные диссертационные работы документированы во втором феррате пяти научных статьях в том 3, в том числе 3, в рецензируемых наушных представлений. Сормулированы в работе выводы предложений и наушно-профессионной значимости, подтверждены математической обработкой. Тщательный анализ материалов диссертации позволяет заключить, что в целом работа выполнена в современном металлическом уровне. Профессионный в СССР как квалифицированного исследования автор диссертационной работы провел всестороннее исследование, но достаточным количеством для кандидатской диссертации материальных. Содержание автора феррата соответствует основному положению диссертационной работы. Оценивать диссертационную работу в отчуре, но в целом положительно необходимо задать некоторые вопросы. Отметьте отдельные недостатки и высказать пожелание. Первое. На наш взгляд схема исследований не совсем удачно составлена. Она не полностью отражает весь объем выполненных исследований. Второе. К сожалению, автор реферрат включает не все полученные соискательные результаты проведенных исследований. В главе материала и методика исследований в автор реферрате не указаны многие методики, использованные при выполнении исследований. Третье. Сыскатель выделяет группу лошадей, названную «Спортивная комиссия». Хотелось бы узнать, в результате скрещения каких парок лошадей были получены изучаемые в комиссии. Четвертое. Считаем, что в диссертации таблица 2 взяла личные показатели лошадей разных парок. Должна быть представлена в соответствующем разделе собственных исследований, а не в главе материала и методика исследований. Пятое. Сыскатель считает, что лошади трехлетнего возраста в соревновательный период испытывают сильную психоэмоциональную и физическую перенагрузку и находятся на недостаточном уровне общей тренированности по сравнению с лошадьми 4-5 лет. Какие полученные сыскательные данные подтверждают это подтверждение? Шестое. Почему в автор реферрате представлено всего лишь 9 выводов из 15, полученных в самой диссертации? Семь. Сыскатель приводит многие полученные данные по трем группам в разрезе пород. Хотелось бы уточнить, в эти группы входили жрецы, которые имеют, почему они приводятся за с учетом гендерной принадлежности лошадей. Восемь. В работе встречаются стилистические погрешности, ошибки редакционного характера. Семь. Работа была бы еще более наглядной, если по тексту или приложению были бы представлены экстременные фотографии исследуемых лошадей разных пород, а также фотографии лошадей, участвующих в соревнованиях по конкурсу, манежной езде и тому подобное. Однако, отмеченные недостатки и замечания не имеют принципиального значения и в целом не снижают научные ценности и положительные оценки представленной работы, сделанные автором вывода, и практические предложения являются логически совершенными. Диссертация Бачурина обладает основные вопросы, поставленные наушные задачи и соответствуют критериям внутреннего единства, что подтверждается взаимосвязанностью с выводом. В заключении. Рассматриваем диссертационную работу Бачурина. Диссертационная работа на тему особенности двигателя прыжковых качеств лошадей в спортивном направлении и взаимосвязь с работой способностью представлено в сыскании ученой сетки и кандидата в сетхозяйство наук носят завершенный характер и соответствуют требованиям вывода делись положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного в постановлении правительства Российской Федерации в 24 сентября 2012 года номер 842. Предъявляемый кандидатским диссертациям как научно-конрекционная работа а ее автор Бачурина Екатерина Михайловна заслуживает присуждение ученой степени кандидата в соцскохозяйство наук по списанию 0602.10 в частной зоотехнии технологии производства продуктов животноводства. Подписан данный документ официальный оппонент заведующий кафедр крупного животноводства и механизации ФГГУВО Московской государственной академии тернарии медицины и биотехнологии по имени Скрябина Сергеем Андреевичем Козловым на что имеются в подписи и соответствующей печати. Спасибо, Елена Андреевна, Александр Испановский, Петер Михайловна, Ваше слово для ответа на замечания в вопросах стального понятия. Уважаемый Сергей Анатольевич, разрешите выразить Вам историю благодарности и глубокую признательность за всесторонний анализ нашей работы, ценные пожелания и объективные обоснованных замечаниях. Сделаны Вам замечания и пожелания, несомненно, будут учтены в дальнейшей нашей работе, однако на некоторые из них разрешите дать пояснение. По-первых, замечание, что касается схемы исследований, нет физиологических и пехнических показателей, физиологические показатели, титрура тела, пульс, частота дыхания были включены в голову материалы, тодика исследований. Тем самым засвидетельствовали, что представленные породы лошадей находятся в хорошей спортивной форме, соответствующей норме. Определение пехнических показателей крови является одной из задач, но их результаты предъявлены в диссертации. По второму замечанию можем отметить следующее. Во фторе ферраке есть ссылка на методику оценки двигательных прыжковых качеств, угол сгибания передних и задних конечностей, а также расчета индекса успеха. Все остальные методики представлены во фторе ферраке. По третьему замечанию хотелось бы пояснить, что спортивная комиссия – это скрещивание как чистопородных, так и полукровных верховых пород лошадей. У нас представлены лошади англо-тракеневской, рабо-тракеневской, гоноя, латвийской полисы. По четвертому замечанию физиологические показатели температуры тела, пульс, частота дыхания были включены в голову материал методика исследования и тем самым свидетельствуют, что представленные породы лошадей находятся в хорошей спортивной форме, соответствующей норме. По пятому замечанию, что касается биохимического исследования крови, лошадей в подготовительной соревновательной периоды. Хотелось бы пояснить, что важной составляющей общей оценки организма животного являются показатели крови. В период соревнований лошадей трех лет повышались такие показатели, как аспарат амиротранспираза, лактат дегидрогеназа, креатин фосфокиназа, которые дают оценку состояния тканей мышц животного. В результате этого можно отметить, что уже в соревновательной периоде испытывали сильную физическую перенагрузку, повышение креатинина и снижение магния свидетельствуют о том, что лошади испытывают сильнейший стресс и как следствие сильно потеет. По шестому замечанию, выводы соответствуют тем задачам, которые представлены в автоэферате. По седьмому замечанию, в группу входили жребцы, кобылы и мельные. В соревнованиях племенных лошадей верховых пород целесообразно использовать жребцов и кобыл, так как современная оценка жребцов и кобыл подбились на сушковом качестве, помогая тренерам и либерейторам заявить наиболее перспективных лошадей для спорта, что в дальнейшем необходимы все лекции и для воспроизводства. Уважаемый Сергей Анатольевич, еще раз огромное вам спасибо за ваш труд, по рецензируем нашу работу, за высокую оценку. Благодарю за внимание. Спасибо. Я думаю, как раз Сергей Анатольевич сейчас онлайн смотрит нашу защиту и к нему обращение, наверное, как раз соответствующее. Я думаю, если он не смотрит, я думаю, он был бы доволен. Все, кто готовит ответы, давайте ему отправим ответы на его замечание. Хорошо? Итак, уважаемые коллеги, далее мы должны с вами вместе обсудить материалы диссертации, то есть приступаем в дискуссии. Кто желает выступить? Пожалуйста. Белоруссов Александр Михайлович, пожалуйста. Вы разные коллеги? Отразны, что с Перловского края у нас, наверное, пятая или шестая работа. Мы все эти работы успешно пробировали. Ни одна из них к нам не вернулась. И кроме приятного ощущения, не вызывает и эта работа. Потому что тема, она, конечно, профильная, строго специфичная. Но мы обладаем широким профилем, поэтому мы можем в какой-то степени говорить о значимости данной работе. Я внимательно прослушал доклад, знакомился с диссертацией, особенно внимательно смотрел реферат. Нужно сказать, что соискатель успешно справился с поставленной задачей. Определили особые, так сказать, компоненты для практического использования в тех параметрах, которые действительно нужны для испытаний этих машин. И не вызывает никакого сомнения, я поддерживаю мнение в ценных оппонентах, и в ценных, что работа заслуживает положительную ценность. Единственное у меня вот пожелание такое нашему соискателям, и в какой-то степени руководителям. Вот резвость, довольно известно, что резвость лошадей наследуемой признанной. Он передается потомству, причем степень наследования довольно высокая. Я вот в свое время, когда работал на производстве, правда это давно было, в санхозе Ленина, Беляевского района, у меня была самая лучшая племенная фирма российских лошадей. Самая лучшая в области. И вот известный, знаменитый жеребец «Катер» к нам приехали с Башкирии специалисты, давали в то время, в 70-е годы, нам миллион рублей за него. Потому как он делал, извините за такое выражение, от него мы получали 10-12 жеребят, которые в зоне занимали все первые звезды. Вот Башкиры давали миллион, но не отдали. Потому что главный тренер сказал, отдаете катера, я тоже с ним ухожу. Да, потому что вот эта ценность, наследственная передача признаков, она по резвости, так сказать, довольно, во многих случаях определена, но в принципе, и на какой цене. Вот не услышал я в данной работе, вот это все изучение имеет ли, так сказать, последствия, передается ли потомство вот эти все углы наклона, изгибрания и так далее. А передается, ну нет, вот нет исследований, может диссертация есть, но здесь в реферате я не нашел. Потому как это ценный момент при отборе, при отборе, потому что парадословный Шерцгер, парадословный мы отбираем по показателям, ну, работоспособности, продуктивности. А вот эти элементы, они, конечно, не входят в оценку при отборе животных, но уже бы хотелось бы, видимо, соискатель настолько увлечена этими проблемами, видимо, продолжит работу и, так сказать, увидим мы эти результаты. Итак, я считаю, что данная работа должна заслужить у нас в нашем сайте с поважением оценки. И можно присвоить уважаемой Екатерине Михайловне искомую степень кандидации с хозяйствами. И пожелать ей, пожелать ей не только вот этими проводами заниматься, тут и поместные животные, ну и в какой-то степени приблизить к нашим, потому что у нас вот на ипатроне тоже есть, так сказать, испытания, значит, вот, конкур, там, и само все, но больше у нас рысаков, конечно, но в любом случае, можно ли трансформировать эти результаты на другие породы. Вот это мы пока не услышим. Так, я считаю, надо присутить и с комиссией. Пожелать ей, пожелать ей, пожелать ей, пожелать ей. Спасибо. Спасибо, Алексей Михайлович. Пожалуйста, желает пара Валеночка Ивов, пожалуйста. Мы, наверное, впервые заслужили такую работу, что многие, значит, на сегодняшний день, конечно, российские федерации большое внимание уделяют на спорт, а вот конный спорт, чтобы наша страна могла и не толькося заниматься и выявить за границу и показать тоже высокие результаты. Конечно, для этого определенная работа, наверное, единственная, наверное, вот такая конная школа, и здесь очень серьезно занимается этой работой. А так, в Ростовской области, даже в Челябинской области занимались в вашем мире, но они просто их держали, показывали, вот так аптеки занимались, а вот такие вот, чтобы науки, да еще вот о совершенствовании, да и достичь очень высоких показателей, это таких работ, наверное, я, может, в других регионах есть, но первый раз слышу, что в Перми очень уделяет большое внимание. Я желаю, чтобы вы эту работу продолжили, у вас, наверное, и учеников будут эти цены, и наша страна только тоже могли не только заниматься импортными породами, как сказал Александр Михайлович, и нашими породами, и поместями, и достичь высоких результатов. Я считаю, что данная работа вполне советствует, тем более мне очень приятно было. Владимир Александрович выступил, это, я думаю, что у нас в стране единственный такой крупный специалист, который вот в актелеводском занимается, и очень много знает, и обращаться к нему, я думаю, что это и продолжит это. Я считаю, что их темно-гравно работа вполне советствует требованиям в акт и заслуживает приспособление ученых степеней по специальности в частности технических технологий для отсутствия роботов. Спасибо. Спасибо, подниму. Так, пожалуйста, кто еще желает наступить? Ну, наверное, у нас сегодня не уступали, женщины, а стоп. Прошу прощения, Георгий Иванович, убирайся, пожалуйста. Мы, уважаемые председатели, мы, уважаемые всем ученым советам, сегодня мы заслушали весьма интересную работу. Наш совет, мы здесь вот все скотоводы привыкли к определенным, так сказать, работам, которые нам здесь представляют, которые мы сами делали. Брали промеры, полуобхват зада, обхват за лопатками, только для того, чтобы узнать, сколько потом мясо получат, а не какая красота у этих животных. Да, в последнее время даже и индексы животных-то не стали учитывать. Эта работа, безусловно, интересна. Интересна. Причем она представлена, не влияясь, конечно, работой такой же удовольствия, но представлена определенной отраслью, как бы отдельно, спортивной отраслью. Которая дает нам не только наполнение желудка, но и красоту, наполнение души. Поэтому, безусловно, безусловно, эта работа интересна и ценна. Она у нас, я говорю, что по крайней мере, у меня тоже есть два соискателя из Башкирии, которые мы в свое время по лошадям делали, но там тоже мы изучали, сколько там мяса в ней больше, и как они откапливались. И вот то, что сделала сегодня вот Экатерина Калловна, безусловно, весьма интересно, весьма хорошо, молодец. Причем с какой любовью это было доложено, чувствуется, что это человек, который очень любит этих животных. Те показатели, которые они даны здесь, я думаю, что они нужны не только витаминительного анализа, межпородного строительного анализа. Они не нужны, но и нужны, безусловно, и для отбора животных, для формирования, и, может быть, даже вдруг получится, что будет создавать новая порода. Эти показатели точно так же должны быть учитываться, и в конечном итоге окажут нам положительное влияние на результаты вот этих соревнований не только у нас в России, но и с рубежом. К сожалению, у нас сейчас таких соревнований очень много проводится. Я помню, что у нас на ипподроме на нашем просто бега когда-то были, и там собиралось очень много народа. Сейчас мы как-то об этом уже и забыли. Хотя, в развитых странах хороших, вот этот конкурт, является вообще одним из весьма эффективных зрелищ. И за счет этого люди получают огромные деньги. Мы говорим только о деньгах, которые по мясу, по молоку получат. Но от этого люди только получают хорошие деньги. Поэтому я считаю, что вот эта работа имеет не просто вот она сейчас хороша, но она имеет перспективу дальнейшего развития. Поэтому, пожалуйста, занимайтесь этим, не бросайте. У нас их действительно очень мало, этих лошадей. Очень мало. У нас вообще лошадей мало. Правда, коров чуть-чуть только побольше. Но тем не менее, тем не менее, я думаю, что вот цивилизация в конечном итоге в нашу страну придет и мы точно так же спортивные вот эти вот показатели выступления конно-спортивные будут, будем точно так же энергично смотреть с интересом. Что касается, вот, говорят там, сказать оценку, визуальную оценку или как еще по-другому называть, что вопрос в конечном итоге нужно иметь в виду, ведь, дорогие мои, а как, допустим, чемпионат его проходит и фигурное катание оценивает там? Как оценивается фигурка катания? По прыжкам, по качеству, скажем, оборотов, по количеству оборотов, между прочим, между прочим, для, вот, лошадей в этом случае именно такая оценка должна быть и вот это исследование так и в определенной степени позволяет в конечном итоге именно такие оценки делать. Поэтому я думаю, что Террина Михайловна молодец, заслуживание у людей не училась, селька, и дарю его внимания. Спасибо. Спасибо, Террина Михайловна. Спасибо за выступление. Так, ну что, кто еще наставит на выступление? Достаточно, да? Есть предложение, если они, кто за данное предложение, прошу голосовать. Правильно, по него. Так. Террина Михайловна, и вам взяла ответы на пожелания, возможно, замечания наступающих, ну, завершающих. Пожалуйста. Пожалуйста. Все. Всех. Мне бы хотелось выразить глубокую благодарность и искренне признать Белоруссу Александру Михайловичу, Кайму, Фату, Галимовичу, Георгию Ивановичу, за высокую оценку нашей работы и интересные и ценные пожелания и советы, прозвучавшие на садрес. Мы обязательно учтем и в дальнейшем нашей работы. Я бы хотелось бы признать признать председателю диссертационного совета доктору, профессору Никульну, Владимиру Николаевичу, ученому секретарю, доктору биологическому Павичу Евгению Андрееву, всем членам диссертационного совета за те замечания, пожелания, диссертационные советы, которые прозвучали наш адрес. Большое спасибо всем ученым высших заведений и научных исследований учреждений, приславшим отзывы на наши работы. Еще раз разрешите высказать свою глубокую благодарность признательному членам из коллектива как крупного же одного со федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Санкт-Петербургский государственный аграрный университет за коллективный отзыв, за нашу диссертационную работу, со словами глубокой благодарности обращаюсь к официальным оппонентам к доктору, к профессору Демину Владимировичу, заведующему кафедрой бюджетного бюджетного российского государственного аграрного института МСХ имени Тимирязева, к Козлову Сергею Анатольевичу, доктору, биологическому профессору, заведующему кафедрой грудной животноморств и механизации ПГБО Московской государственной академии медицины, биотехнологии имени Сирябина. Вы проделали огромную работу по рецензированию нашей диссертации в качестве официальных оппонентов и дали нам много полезных советов, которые помогут мне в дальнейшей работе. Огромное Вам спасибо. Хочу от души поблагодарить профессорского предварительного состава кафедры животноморств ПГБ Пенсий государственный аграрно-технологический университет имени академии Каприанченкова за моральную поддержку и методическую помощь. И в заключении хочу поблагодарить со словами глубокой признательности к научному руководителю, кандидату в СССР, доценту, полковнику, руководителями. Большое Вам спасибо за тот труд, который Вы вложили, выполненную работу, методическую помощь. Без Ваших консультаций, скрытых и объективных замечаний, без моральной поддержки эта работа могла не состояться. Еще раз огромное всем спасибо. Крепкого всем довольствия, благополучия. И всем самого наилучшего. Благодарю за это. Спасибо, что не то, присаживайтесь, уважаемые коллеги. Переходим к тайному голосованию. Итак, для принятия решения нам необходимо исправить комиссию. Есть предложения из трех человек. Другие предложения будут? Нет. Кто задан на предложение, прошу голосовать. Кто за. Прошу опустить. Так, персонально. Какие предложения? Оставить. Оставить в ведущем составе. То есть профессор Яковлевич Пасухович, профессор Комарова Нина Константиновна и доктор физкоизвестного наук Палин Виктор Алексеевич. Судкомиссии. Так, кто задан на предложение, прошу голосовать. Кто за. Прошу опустить. Против, воздержался. Принятые ненадолгости. Комиссии приступить в свою работу. Я прошу никому не покидать аудиторию до принятия решения. Я прошу никому не покидать. Я прошу никому не покидать. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Везде в кавычках, а вот это трудовое красное знамение на первой странице А как трудовое, Михалыч? Вы где нашли? Вы где первой странице? Вы Каласова смотрят Последний взорвозатся Вы Каласов смотрят, Михалыч В очередь на первую страницу Ну, это я, как с вами, что не знаю Вы уже проносовали Так, первая страница. Нет замечаний, да? Вторая страница. То есть Бабай задумался. Оказывается, я не все сказал. Давайте в писемном виде. За столом. Ну, вторая тут вообще принято. Да, все вроде. Не смотрим. Так. Третья. Ну, мы тоже посмотрели здесь. Так. Наиболее значимые работы, оформление правильное. Так, отзывы. И вот здесь давайте посмотрим. Выбор официальных оппонентов ведущей организации. Ваши новой цепи. Оппоненты. Разработаны. Давайте посмотрим. Вариант отбора спортивных пажелей по двигательным и прыжковым качествам. Так, может, Владимир Александрович попросить ему дать? Чего-то смотрит, Владимир Александрович. Передайте ему самому. Нет, у него нет. Владимир Александрович является оппонентом. Нет, у оппонента. Он ищет недостатки. Ну, да. Он может как специалисту это подсказать. По-моему, Владимир Александрович предлагает. Замечали, что-то? Да. Разработаны варианты отбора. Я тут не смотрю. Давайте посмотрим, что так далее. Четвертая страница. Страница 5. На пятой странице. Продолжение следует. Еще раз напоминаю, что это очень важный документ. Давайте подойдем с объективным. Продолжение следует. Продолжение следует. Скажите, где? Так, пожалуйста, представься. Обзац. Там, где изучены двигатели прыжкового качества, да? В конце, точка запятой, да? Понятно. Профессор, подписано. Разработаны у него длинные рекомендации. Есть рекомендации? Конечно, есть. Где? Где есть рекомендации? Вы знаете, изначально, когда разработаны варианты отбора спортивных лошадей подвигательных крышевым качеством, нужно показать, что у молодого возраста, потому что она уже рассматривала лошадей трех... Трех-пяти, да? Так, это где? Страница пять. Пятая страница, на начале разработаны варианты. Разработаны варианты отбора спортивных лошадей. Что? Качество, возрасте трех лет. В молодом возрасте. Так, возрасте. Ну, молодой это относительно. В возрасте 3-й год. В возрасте 3-й год считается, сколько на 6-й год. Я снимаю. Да, да. Так, ладно, есть, принимается. Есть такие цели у нас. Переносно? Переносно. Так, пожалуйста, у кого же даже не ищут? Целым не было написано. Немножко научились мы уже писать. Михайлович, первый постановление, второй смотри. Михайлович, что вы? Призывали к второму лучшему. Вы только председатель писал. Второму лучшему. Второму лучшему. Как о чем поговорить? Председатель. Да. Есть предложение принять заслугу. Нет, за что он не принялся. Нет, не голосовались. Так, кто заданных предложений, чтобы принять заслугу, прошу голосовать. Кто за? Прошу упустить. Против. Поддержался. Принятый согласный. Так, какие поправки? Дополнения, изменения. Но дополнения, изменения прозвучали в ходе обсуждения. Есть предложения принять в целом. Будут другие предложения? Нет. Кто за данное предложение? Прошу голосовать. Кто за? Прошу упустить. Против. Воздержался принятый единогласный. Ну, товарищ. Вот, Генн Константинович, председатель, так хорошо написал. Может, поручите ли вы все писать заключение? Так, уважаемые коллеги. Итак, повестка дня исчерпана. Исчерпан. Я прошу не расходиться. Итак, всем спасибо. Переходим к...